МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что мы должны иметь для этого рецепта? Ну, соответственно, вилок капусты, это обязательно, морковь, соль и сахар. Для начала мы очистим вилок капусты. Теперь мы его порежем и нашинкуем мелко. Так, разрезали наш вилок капусты. И вот на эту баночку двухлитровую нам пол вилка капусты будет достаточно. Почему шинкуете мелко? Почему нельзя? Можно и крупно порезать, но мелко она получается особенно вкусная. Лучше просаливается, наверное? Да, лучше просаливается. Теперь мы соединим наши ингредиенты. Капусту с морковочкой. И все это нужно теперь хорошо помять, чтобы капусточка дала сок. Мы солим по старинному классическому рецепту, поэтому сок очень нужен. От многих хозяек я это слышала сама. Капусту квасишь, в банку складываешь, а она не хрустит. Мягкая. Как вот из-за чего это и как с этим бороться? Ну, это зависит от того, что капуста у нас может быть не очень хорошего качества. Наша капуста хорошего качества. Может быть, в процессе приготовления, когда капуста бродит. Ну, вовремя не проткнули. Кладите две ложечки соли. Так, и одну ложечку сахара. Вложили слой капусты. Добавили немного смеси нашей. Татьяна, а как весь объем нашей смеси грамотно распределить на всю банку? Вот этой вот смеси у нас будет достаточно как раз на эту баночку. Ну, все это, конечно, на глаз. Теперь нам надо положить гнет. Гнет можно использовать любую тарелку, если бы у нас это была кастрюля. Но так как у нас баночка, горлышко узкое, мы воспользуемся обычным листом капусты. Положили наш листочек капусты сверху и ставим сверху гнет. Кена, а почему это важно, это гнет? В принципе, небольшие объемы можно и без гнета обойтись. А когда капусты много, она дает сок, начинает бродить. И для того, чтобы выходили газы, нам нужно будет раз в день хотя бы, лучше два раза в день, капусту потом протыкать деревянной шпажечкой до самого низа. Это делать нужно дня 3-4. Капуста это время у нас все стоит в тепле. А гнет для того, чтобы больше выделялось сок. Потом, когда процесс брожения закончится, рассол станет светлым, тогда можно вот это все убрать, закрыть крышечкой и убрать обязательно в прохладное помещение. Ну что же, квашеная капуста это настоящий кладезь здоровья. Напомню, подается на стол с растительным маслом, лучком, клюквочкой или брусникой. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»